Всем привет! С вами Надежда на канале Мой Путь Надежды. Сегодня продолжаем рубрику «Мои откровения». Сегодня читаем Экклесиаста, вторая глава. Прекрасная, прекрасная глава. Где-то грустная, где-то весёлая, но очень-очень-очень близка и понятна моему вообще духу, моему настрою, моему сердцу. И вот так. Я не буду читать вам эту главу. Прочитайте сами и начинаем. Поделюсь своими мыслями. Начинается глава, для меня немножко не до конца понятная. Вот где Соломон говорит, что как бы попробую я и мудрость, и безумие. То есть имею всю мудрость попробовать и всё как бы безумие. Что оно даёт? Предаться глупости. Не совсем я понимаю. Возможно, он, зная, ну то есть, как бы, зная, что это плохо, что-то делал. Зная, что это грех там. Вот смотрели мы фильм про наложниц, там у него эти были женщины. Мне кажется, он чётко понимал, что это плохо, это неправильно. И, наверное, он специально шёл на это для чего-то. Посмотреть, как он здесь говорит. Пытался утешить себя вином. То есть, видать, напивался, да. Либо, ну, утешить себя вином. Напивался, да. Сохраняя мудрость, предаться глупости. Сохраняя мудрость. То есть, наверное, напивался, но не напивался. Пил, но не упивался. Как нужно сохранять? Сохраняя мудрость, напиваться. Хотел увидеть, что стоит делать людям под небом. Не очень, ну, не всё понятно, что он именно пробовал, да. Что он делал. Ну, дальше он просто вот описывает, что он имел, чего он добился. Это, ну, конечно, это, как для мужчины, это просто мега, мега высота, мега колоссальное просто достижение, да. Он там построил дома, насадил виноградники, сады, рощи, разные плодовые деревья, водоёмы, цветущие деревья в рощи. Купил рабов, рабынь, были у него уже и рождённые рабы, крупный мелкий скот, больше, чем когда-либо, кто жил до меня в Иерусалиме. А, в Иерусалиме, я хотела сказать про Авраама, там же они тоже, эти патриархи, были довольно-таки богатые. Здесь он просто про Иерусалим говорит. Собрал себе серебро и золото, богатство царей, областей, то есть он очень был богат. Приобрёл я певцов, певиц и много наложниц, отраду сердца мужчин. Вот здесь вот я увидела расхождение. Приобрёл я певцов и певиц и много наложниц, отраду сердца мужчин. Здесь я увидела расхождение с синодальным переводом. Это у нас какой стих? Восьмой стих. Читаю в синодальном. Вообще другой смысл. Здесь говорится, что певиц и певцов завёл, и услаждение сынов человеческих, то есть это разные музыкальные орудия, это услаждение сынов человеческих. В новом переводе отраду сердца мужчин, это наложниц, отраду сердца мужчин. Интересно так написано, интересно, что говорит у нас украинский перевод, потому что это совершенно другой смысл. Так, зовив я суби спива кифта спивачок и всеяки приемнощи людских сынов, женок наложниц. Но здесь совпадает с новым переводом, что завёл себе приемнощи, это радости людских сынов, ну короче, сынов человеческих, запятая женщин наложниц. А в английском переводе. And the delights of the sons of men as musical instruments and that of all sorts. Ещё раз сначала. I got me men singers. I get. God. Что за God? Me men singers and women singers. Вообще другой смысл. Можно его перевести, извините, такую подробность. Ух ты, я его выделила, а оно мне сразу в нескольких переводах. Прикольно. Ух ты, так. А, оно мне просто дало вот синодальный, современный, другой перевод здесь современный. Значит, тра-та-та. У меня были певцы и певицы. И всё, что пожелаешь, включая многочисленных жён. Я хотела просто перевести английский на русский. Вот что я хотела. Потому что мне не очень понятно. Можно так как-то перевести? Так, побыстричку. Я беру себе певцов, мужчин и певиц, женщин, а также наслаждение сынов человеческих в виде музыкальных инструментов и тому подобного. Тут не сказано про наложниц по ходу вообще в английском переводе. Странно. Обычно новый перевод с английским больше совпадает, а синодальный с украинским. Если я вот так, по-моему, в прошлый раз говорила. А вот здесь ещё есть один перевод. Открылся у меня сам по себе. Это американский стандартный. Of the provinces. I got men's in. То есть певцов и певиц. И разные эти песни человеческие, музыкальные инструменты. И всё в этом роде. То же самое перевод вообще про наложниц. Ничего не сказано. Вот интересно. Да. Но, короче, да, читаем. Тут, конечно, у меня... Я знаю, что там дальше же будет про наложниц. Просто именно так он так написал. Интересно вот здесь в этом. Что отрада... Отрада сердца мужчин. То есть он и здесь себя попробовал. Короче, ладно, пошли дальше. Не очень понятный перевод. Потому что хотелось бы, конечно, оригинально ещё посмотреть. Я превзошёл величием всех, кто жил в Иерусалиме. При этом мудрость моя оставалась со мной. Что бы ни пожелали глаза мои, я себе ни в чём не отказывал. Моё сердце радовалось от всего, что я делал. И это было наградой за весь мой труд. Вот здесь интересная мысль, что люди могут иметь много и не находить в этом наслаждение. Так же само люди могут иметь хоть что-то, но иметь в этом наслаждение. Вот здесь написано, что было наградой за весь мой труд. То есть моё сердце радовалось от того, что я делал. Когда мы радуемся от того, что мы делаем, много это или мало. Просто вот мы что-то делаем, и мы в этом радуемся. Это как награда. Это не каждому дано. Классно. Но когда я посмотрел на это всё, в общем, видел суета, потому что участь одна и та же у глупых и у мудрых. То есть все умирают, и как бы участь одна и та же. Но вот здесь интересное. Человек, Соломон, достоин, как для меня достоин того, чтобы его послушать. Когда-то, я помню, мы проходили, я уже не помню, где эту мысль из начала, самый первый раз я услышала на каком-то финансовом семинаре, что когда мы идём советоваться, например, по какой-то теме к кому-то, мы должны правильно выбирать советчик. Например, к учителю не стоит идти с советом про инвестиции и денег, потому что он как бы не миллионер. Он к родителю, возможно, если он не умеет неправильно, то есть капитал не создал, не знает, что такое инвестирование. Нет смысла подходить с вопросами про инвестиции, про капитал к тем, кого-то его нет. Надо выбирать правильно советчика. Так вот, если говорить про Соломона, он был богатейшим. Как минимум, по вопросам преуспевания, богатства, накоплений – это достойный консультант. Можно так сказать, можно черпать из его книг мысли вот про это. Сейчас в той группе я когда-то делилась, что я добавилась в группу евреев, которые исследуют притчи. Они же хотят также екклесиаста исследовать попозже, возможно. И они проводят мастер-класс, где они вот с книги притч выбирают тематики разные. И эти тематики, например, там тема молитвы, тема, например, те же финансов, тема семьи, тема коммуникации между людьми. И они проводят мастер-классы, где они в онлайн-режиме к ним подключаются. И они с книги притчи берут вот мудрость Соломонову и говорят в данной тематике, что они исследовали. Это просто, ух, это клад такой, что вот я, ну для меня это просто вырыть клад, вырыть сундук с сокровищем. Просто, ну да, можно самому читать, конечно, но это евреи, они еще в языке оригинала, и они с командой исследуют, копают. Боже мой, это просто вот, ну это невероятно. Я, меня просто распирает, когда я вот слышу, смотрю. И я была уже на одном мастер-классе про молитву, я, это просто вау, там их было три или четыре, по-моему, семинара, я еще не все, ну там просто надо оплачивать какие-то. А я уже хочу, там есть такой полный доступ, ты заплатил, и тебе все открыто. Вот я хочу, коплю деньги, чтобы туда зайти, чтобы я уже все могла мастер-классы слушать, и все-все-все. Вот такое. И поэтому я просто жду-жду-жду. А Соломон, помимо того, что, да, про финансы, он, у него были отношения с разными людьми, да, и что хочу сказать, он обладал мудростью. Ну, самый мудрый человек на земле, наверное, да, ну, наверное, да, наверное, самый-самый мудрый. И, конечно же, если человек мудрый, он мудрый во всем, в принципе, поэтому по любой тематике к такому человеку за советом можно идти, я так себе думаю. Ну, его нет в живых, но есть его мысли по разным вопросам, и максимально можно, конечно, вычерпать с писания, что он говорил по данным всяким тематикам. Вот, поэтому я это и собираюсь сделать. Вот, и что он говорит? Я увидел, что мудрость лучше глупости, как и свет лучше тьмы. Мудрый ясно видит, куда идет, а глупый блуждает во тьме. Просто шикарно, шикарно. Я только недавнее время, вот, когда занимаюсь планированием, я там строю какие-то цели, я там, да, ну, вот сижу раздумываю. Ну, для меня это, ну, это мудрость, мудрый подход вообще к жизни. То есть, когда мы планируем какую-то поездку, мы смотрим карту, мы смотрим транспорт, мы смотрим все-все-все. То есть, люди часто, вот, когда я спрашиваю, там, в начале года бывает многих, я в Фейсбуке там своих друзей спрашивала, какие планы на год строите. Больший процент людей, вот, прям, ну, нельзя, не могу сказать, что прям все, но практическое большинство людей никто ничего не планирует. Возможно, я подразумеваю, что подозреваю, что я не в таких отношениях с человеком, чтобы прям со мной делились. И люди могут просто, ну, строя планы, но мне не сказать. Но, тем не менее, ну, могут просто сказать, да, есть там планы всякие, как бы не раскрывай мне. Ну, когда мне человек пишет конкретно, не строю планы, например, то есть, ну, у меня 99%, что он планы не строит, а 1%, что он просто мне не хочет говорить. Вот так вот. Ну, даже в общении личном, когда я расспрашиваю, мало людей строят планы. То есть, куда человек вообще планирует прийти, какие результаты человек планирует получить, если он не строит планы. Для меня это нонсенс, это немножко абсурд какой-то. То есть, это прям вот как нас с войны сюда выселили, вот, сюда нас переселили, и ты ехал, ты не понимаешь куда, зачем и что. И ты так вот в таком космосе и сидишь. Ты тоже самое в жизни, то есть, так живешь, непонятно, что, куда, что, как. Вот, наверное, что-то такое. Я бы не хотела такой жизни. Я люблю планирование, люблю понимать, куда, хоть приблизительно. Понятно, что планы корректируются, что цели где-то чуть-чуть немножко меняются. Из года в год они тоже, когда ты постоянно в этой теме, ты можешь менять. Это все понятно, ну, но, короче, и вот здесь он говорит, мудрый ясно видит, куда идет, а глупый блуждает во тьме. Это вот то, к чему я пришла уже тоже за многие года, сколько я бьюсь, вот, сколько я думаю из этих людей. И, конечно, когда человек мне очень близкий, я начинаю рассуждать, почему ты не планируешь, почему ты не думаешь, там, ну, то есть, я это копаю, это, прям раздражаюсь, как-то можно так сказать. Мудрый, мудрость лучше глупости, как свет лучше тьмы. Ну, ну, прикиньте, какое отличие, то есть, вот, свет, да, свет, ты все видишь, ты все понимаешь, ты, ну, вот, видишь, что происходит, где грязно, где чисто, так, что тебе надо, открыл холодильник, послышь, свет, да, а теперь тьма, прикиньте, все, тьма, ничего не видно, ничего не видно. Как я говорю, как я тут, как в космосе, вот это вот тьма, то есть, ты не понимаешь, ты, ты в какой-то дороге не видно, цели не видно, что происходит, движение, ты ничем не контролируешь, но это как слепой человек, это, ну, вот, прикиньте, глупость, это даже не только то, вот, что, знаете, мы всегда думаем, так, смотрим человек, например, глупость, ну, вот, ну, что, ну, что мы как подразумеваем, глупый, да, например, у него там вот появилось 100 гривен, ну, там, 100 евро, например, он голодный, он пошел купил кофту вместо еды, ну, вот, что-то такое очень яркое, вот, мы понимаем, видим, ой, ну, глупый поступок, и мы сразу, ну, типа, глупый поступок, что я услышала от вот этих евреев с писания, вот, они взяли это слово глупый, я уже не помню, это кисель, по-моему, кисель, еврейское слово, что-то с киселью, с киселем сказано, вот, так вот, характеристика этого человека, человек не может исполнять свои желания, глупость, глупый человек, это тот, кто не может исполнять свои желания, прикиньте, это, это вообще не то, не то понимание глупости, чем вот я о себе думала, вот, когда мы вот видим, ну, плохие поступки, ну, как бы глупый, это чуть-чуть не то, даже у вас есть желание, вы не можете их реализовывать, глупость, это глупость, получается так подумайте, я себе тоже говорю, что мне темновато, мое зрение так поэтому свет, 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 видеть и понимать, что происходит, это есть мудрость мудрый видит, и мудрый лучше, то есть мудрость лучше глупости, как свет лучше тьмы мега важно, мега лучше я еще очень-очень-очень хотела поговорить вижу много уже времени ну вот, что участь одна и та же меня, конечно, не сильно бентежит, не знаю, как это на русском момент, что одна и та же самая участь, мы все умрем, как и глупый, как и мудрый вот, но вот здесь он одну мысль сказал не будут помнить вечно когда-то я про это думала, что что бы я хотела оставить после себя и мне очень взволновала одна новость когда один из наших украинских певцов, Валерий Короб он умер в довольно молодом возрасте там, ну, 50 что-то лет ну, короче, не от старости, так сказать умер от болезней, по-моему но это был всеми любимый, ну, многим, скажем так любимый певец и композитор и христианин и, ну, походу, евангелист, наверное то есть я лично с ним не знакома но мы много песен его пели с молодежкой, ну, я любила его песни они такие своеобразные чуть-чуть вот, такие, ну, не похожи стилем там это на других но, видать, это был очень классный человек но что меня очень, очень коснулось меня когда вот он умер ну, умер, как бы умер ну, погрустили, хорошо человека не стало а песни-то мы поем песни продолжают все петь и я подумала вот это круто вот это круто вот это след человек оставил я тогда задумалась, что это, наверное, вот то, что бы я хотела что возможно, это то, что и Соломон вот Соломон умер, а его труд остался вот это, наверное, круто вот эта жизнь прожита не зря когда ты что-то можешь после себя оставить дальше вот мы говорим как это сказать о материальном что он там накопил, ну, куча всего там, насадил куча всего и это все осталось человеку после него ну, то бишь-то сын сына, сыну, там, дочке, ну, да, кому-нибудь и он говорит и не факт, то есть ты, ты, как бы, такой мудрый ты старался, ты копил, ты следил и не факт, что твой ребенок будет, ну, такой же, что типа я должен оставить потому что все это должен оставить тому кто придет после меня и кто знает, будет ли он мудрым или глупым то есть, что он, дальше написано, что а ведь он будет управлять всем что я приобрел под солнцем тяжелым трудом и мудростью это тоже суета делал под сон потому что человек может трудиться с мудростью, знаниями и умением а затем должен оставить все тому кто палится, палец не ударить то есть, вот получается так, что мы часто, ну, родители часто очень там, проимение там, дом, квартиру, что-нибудь детям, что дети, мои родители тоже много пеклись на вот этом что, ну, столкнулись с этой проблемой что они вкладывали, строили, искали осталось кому-то, кто не мудр кто не может правильно этим ну, правильно этим распорядиться да, и намного круче ну, то есть, я вам говорит в этом что это суета что, возможно, это даже не стоит делать не стоит, ну, как я делаю сейчас вывод я еще и делала и ранее я просто смотрю за за своими родными смотрю за за старшим поколением и когда я уже увидела там, что там, ну, там проблема с недвижимостью когда родители, вот, все для детей для детей, потом дети начинают там, ну, между собой, ну, там ссориться или что-то еще, короче я уже увидела в этом что это неправильно, что я не знаю, как правильно, но точно что-то не так в этом подходе когда родители, например родители всю жизнь работали, работали работали, у них много детей, да работали, вкалывали, чтобы все-все-все было детям а потом дети подросли, разъехались и у родителей осталось мышление такое, что, да, что у них много детей и значит, всем сейчас будут помогут где-то все это и получается, дети разъехались а родители остались без, ну, без ничего то есть, даже жилья нормального как такового нет то есть, по сути, я вот на это все посмотрела, переоценила по сути, я должна больше для себя устраивать место, где мне там старость, например, быть больше за это думать, чем в детей вкладывать именно материально это первая мысль, а вторая мысль что я говорю, что вот как Соломон одна участь, участь у глупых и у мудрых что вот так вот умрет и как бы, и никто не будет помнить так вот лучше, как этот Владимир Валерий, Валерий Короб или Владимир по-моему, Валерий короче, короб, да, оставили вот как Соломон написал, да и это клад, и мы читаем ну да, это Библия, конечно, в Библию попасть но можно книги люди пишут, да какие-то бестселлеры там это тоже круто или какие-то песни, или какие-то возможно дизайн одежды, например ну что-то такое сотворить творческое, да, или картины какие-то, да, мы много имеем картин там, известных этих всяких Пикассо, там и вся и человек умирает а труд его, творчество его, ну пусть не вечное вот прям вечно и вечно, да ну какое-то время то вот это классно то получается сдвигать надо вот с материального детям, да, в недвижимость там, квартиры или что-то и деньги, капитал им больше, наверное, на себя потому что тебе потом в старости ну надо о своей старости подумать больше такой акцент и акцент, что оставить после себя вот именно след мудрости, то есть, да что-то мудрое сделать что-то хорошее какой-то вклад в жизни в мир, который останется после тебя какое-то время вот об этом это то, что мне вот открывается в этом всем, что я читаю вот и тут я хотела еще мысль какую-то как плохо мне видно боль, скорость даже ночью разума не знает какой-то тоже суета вот нет ничего лучше для человека чем есть, пить и находить наслаждение в труде я понял, что и это дает рука Божья ведь кто без него сейчас звук кто без него может есть и наслаждаться человеку, который угоден ему он дает мудрость знание и счастье а грешнику время дает собирать и копить богатство чтобы передать его тому кто угоден Богу и это суета что я здесь читаю здесь очень такие неприятные слова есть первое, что нет ничего лучше то есть человек, который все, можно так сказать перепробовал вот все попробовал ну я так понимаю с начала что он всю глупость и всю мудрость познал да он говорит нет ничего лучше для человека чем есть пить и находить наслаждение в труде в труде люди нелюбимая работа это тягость то есть все, что есть и пить то есть чтобы ты не был голодный да есть и пить чтобы ну быть голодным это плохо это тежба да это что-то то есть вот наша скажем так бедные страны где этого нету где с этим проблема это плохо и я вспоминаю наше жилье наши когда были моменты когда не было еды действительно это ну ты ни о чем другом не можешь думать особенно если у тебя детки маленькие тебе их надо кормить это реально вот тежба да что есть и пить чтобы была еда и питье нет ничего лучшего и находить наслаждение в труде то есть искать такой труд чтобы ты ну вот радовался во-первых над своим характером работать потому что бывает у людей просто вечное недовольство всем что у них есть что им не дай что им куда их не помести что мне это они просто недовольны то но если ты адекватный и ты умеешь радоваться это просто искать те вещи делать те вещи которые тебя радуют вот что нет ничего лучше для человека это самое лучшее вот что мы можем с этой главы взять вот и это дает рука Божия ведь кто без него может есть и наслаждаться здесь он интересную мысль пишет что только что Бог дает это удовольствие Бог дает это наслаждение поэтому если вы недовольны недовольны возможно вам нужен Бог вам нужно прийти к нему его попросить и он вам даст даст это наслаждение в жизни от еды питья и того туда что вы имеете человеку который угоден ему он дает мудрость знание и счастье человеку который угоден ему в синодальном написано по-моему который добрый пред Богом да ну который угоден кто угождает Богу он дает мудрость знание и счастье если вы допустим верующий человек и вы несчастны или считаете себя что вы не мудры считаете что у вас нет знания что-то у вас в жизни неправильно возможно вы не угодны богу возможно ваша христианская жизнь как бы под вопросом либо на спаде либо еще что-то ну вот я просто то что читаю как так интерпретирую да и себя что уже сканиру когда я теряю счастье когда я мне кажется что я не мудро поступает а значит мне надо просто приближаться к богу просто быть ближе к богу искать больше бога это потом я вижу все становится на свои места и вопросы могут не решаться проблемы могут не решаться но внутреннее состояние это больше внутреннем состоянии мудро знание счастья открывается вопрос открывается что нужно делать открывается где нужно подождать и приходит части это от бога круто да здесь интересно что я говорила жесткие слова чуть-чуть грешнику бог дает время собирать копить богатство чтобы потом это передать тому кто угоден перед богом представьте себе грешник может копить работать работать копить работать а просто это все передастся верующему какому-то, который угодный Богу. Это жесткие слова. Я видела примеры в жизни и даже на своем личном опыте, когда мне доставалось что-то незаслуженно, с человеческой точки зрения, где-то незаслуженно, но я этого не просила, этого не хотела, этого не ждала, ничего. Я просто угодно Богу была, искала Бога, а Бог мне просто взял и дал. И я видела, что это что-то, что можно так сказать, должно было бы принадлежать другому неверующему человеку. У меня были, я не сильно хочу впадаться в подробности, но у меня не раз были эти ситуации в жизни. И я просто понимаю, мне настолько близка эта книжка «Екклесиаст», ну, очень близка. И возможно, мне тоже надо какую-то книжку начать писать. Фух, ой, просто я понимаю, много времени я говорила. Невероятно, невероятно просто глубокая, классная, близкая и глубинная вообще книжка, которую можно копать, копать, копать. Я с нетерпением жду этого еврейского разбора. Я просто предвкушаю, насколько вот откроется мне еще иной смысл, еще какой-то другой или дополнительный, или вообще какой-то, да, когда мы еще знаем, как, что в оригинале имелось в виду, что он, что Соломон имел в виду на своем языке. Поэтому с нетерпением ждем. Я, конечно же, если я доживу до этого момента, если у меня будет натхнение снимать видео, я, конечно, с вами буду делиться. Все. Благодарю, что вы дослушали мои откровения. Делитесь в комментариях, какие у вас откровения. Возможно, не так комментируйте мои, как мне бы хотелось, мне бы интересно было, чтобы вы читали и вы тоже поделились в комментариях, что вам открывает Бог. Словите, словите, просто с молитвой почитайте эту главу, стишок за стишком, в двух можете, в трех можете переводов. Иногда, когда читаешь несколькие переводы, во-первых, это время растягивается вашего чтения, потому что просто прочитал, встал и пошел. Одно дело, когда ты раз прочитал в другом переводе. Это дольше времени, ты дольше времени думаешь, молишься, ищешь, и тебе приходит что-то, тебе Бог открывает что-то. И мне бы очень бы хотелось услышать в комментариях, что вам открывает Бог по прочтению второй главы книги Экклесиаста. поделитесь. Всем спасибо и пока!